Телеканал КРТ представляет Им властью насаживались слова ДНР, ЛДНР, самопровозглашенные республики, террористы, боевики, сепаратисты, правильно, Дмитрий? То есть в информационном пространстве людей приучали, что нет никакого Донбасса, нет там никаких людей и людей там быть не может. Там предатели, там такие сякие. И поэтому мы так называемые патриоты должны правильно их называть. Ну, доброе. Если смотреть, как было, то понятно. При Порошенко это вопрос вы решили не решать, а, наоборот, поглибливать кризу и таким образом разделять людей. Что сейчас изменилось? Я хочу понять, что вы сейчас представитель от общественности в том министерстве, поэтому вы, певно, имеете больше детальную информацию, что там происходит. Дмитрий, я вам заранее благодарен, что вы оговорили, что от общественности, потому что некоторые мою должность путают с должностью чиновничьей или политической, что я имею какие-то преференции финансовые или политические от этой должности. Кроме, выражусь медицинским термином геморроя, от этой должности общественной больше ты ничего не имеешь. И, например, когда я в 18-м году, в 18-м, 17-х годах начал появляться на оппозиционных условно телеканалах 112, News1, ЗИК. Тогда ЗИК был как раз пограничный, имел пограничное состояние. То мне поступали звонки от руководства министерства и говорили, дословно, Геннадий, если ты не прекратишь критиковать министерство с экранов телевизора, если ты не закроешь свой рот, то политическая твоя участь или другая может быть сочтена, поскольку есть службы безопасности Украины, есть другие службы, которые могут, как сказать, всегда что-то обнародовать и т.д. и т.п. глубоко копнуть. На что я всегда говорил, что, ребят, у вас своя правда, у меня своя, вы боретесь за свое, я борюсь за свое и за людей, которые пострадали от войны. Я в своих словах убежден на тысячу процентов, потому что с точки зрения закона, законности, все, что происходило в отношении жителей из Донецких и Луганских областей с 2014 года, это вообще нельзя назвать преступлением, это и военное преступление, и социальный геноцид, когда люди умирали от сречных приступов и т.д. Поэтому тогда, да, действительно, как правильно это высказать, тогда условное партнерство общественников и власти было с большим знаком минус, потому что власть вела достаточно агрессивную форму информационной и социальной войны, уничтожая этих людей и их любое экономическое и социальное подспорье под ними. А сейчас позиция максимальная, не то чтобы нейтральная, позиция, когда уже нету такой агрессии, нет такой дискриминации информационной, но есть полное игнорирование и незамечание такой социальной группы, как переселенцы и таких социальных групп людей, которые остались там, например, как люди на неподконтрольных территориях. Единственный неплохой плюс, насколько я знаю, это, по-моему, последний указ президента Украины, а, закон, закон Украины по поводу абитуриентов с неподконтрольных в Украине территориях, которые могут поступать в университеты, не сдавая вот эти все экзамены, ЗНО, по-моему, выпускной экзамен. Это единственный плюс за год правления Зеленского в отношении жителей Донбасса. Все остальное – это полное игнорирование и незамечание.